Девчоночки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Люба, кто со мной очень знаком, я парикмахер-колорист и живу в Стокгольме. И сегодня, как вы видите, у нас с вами нестандартное видео. Мы находимся в аэропорту Орландо, в моем самом любимом месте в Стокгольме. И мы с вами отправляемся в долгожданный и не совсем запланированный отпуск. Честно говоря, вы знаете, что я даже не рассчитывала уже в этом году пойти в отпуск, по крайней мере до осени. Но так сложились благоприятные обстоятельства, и мы с вами отправляемся на римские каникулы. В этом видео я покажу вам свою программу, что я выбрала для себя для посещения. На протяжении этих двух дней покажу отель, буду рассказывать и делиться впечатлениями. Поэтому ближайшее, не знаю, сколько по времени займет это видео, но в ближайшее время мы проведем с вами очень позитивно и ярко. Я надеюсь, что это видео зарядит вас положительными эмоциями. Года обалденная, просто жарко, очень тепло, смотрите. Сейчас покажу, где находится мой отель. По всей вероятности, надеюсь, что мы идем сегодня правильно. Кстати, людей не так много сейчас у нас, 10 утра. Не считайте сам марафон, мне кажется, что даже прям нет больших толп туристов. Показали мне все места в Риме, дают карту. Очень приятный отель, очень приятный персонал. Посмотрим дальше номера. Я показываю вам комнату. Оказалось, это guest house, но, кстати, мне очень нравится. Меня очень-очень приветливо встретила хозяйка, либо администратор на рецепшене. Показала, как я вам уже показала, карту Рима, все достопримечательности, как куда доехать, как куда дойти. Вот так выглядит кровать. Вот так выглядит номер. Здесь у нас туалет. Давайте посмотрим, где включается свет. Здесь. Отлично. Все очень чисто. Красиво, вот я, только с дороги. Шкаф. Ну и, конечно же, самый большой плюс этого отеля, почему мой выбор пал на него. Вот там вот за деревьями колизей. На фотографиях его было видно, потому что деревья были без листьев. Но сейчас все в листве. Ну, вот прямо там, где красная лента, вот там начинается колизей. На улице очень жарко, обалденная погода. Вот здесь находится мой отель. И мы с вами отправляемся на брунч, на завтрак, лунч. Такое, что это между. В один из ресторанов, в который я очень сильно хотела пойти, он находится прямо здесь. Вот вы видите, вот это окна, кстати, отеля, вот там. Они выходят прямо на колизей. Боже, как жарко, так классно вообще. По атмосфере... Смотрите, у всех это роль класс. По атмосфере очень напоминает Одессу. У нас всегда люди вот так сидят на террасах, отдыхают. У меня забронирован билет в Колизей на 13.45. Сейчас у нас 12 утра. Ага, вот это пафе. Отлично. Теперь я хочу здесь стол. И вот второе. Вау. Ну что, друзья, вот это кафе, о котором я говорила, называется Ла Бига. Здесь полная посадка. И здесь, как вы видите, можно позавтракать с вот таким прекрасным видом. Позавтракать, поужинать, пообедать. Вам просто нужно будет подойти к официантам и попросить, чтобы вас подсадили к кому-то за стол. Ну, я считаю, что так, в принципе, даже веселее. Завтрак я пропустила. Вот завтракаю опиролем. Ваше здоровье. А еще изначально опироль наливают в очень некрасивый стакан. Вот обычный абсолютно стакан. И чтобы получить красивый стакан, вам нужно доплатить 2 евро. Представляете? В принципе, билеты я купила заранее. Мне очень повезло. Их не было на сайте. Но в один из дней я обновила сайт. И все-таки были билеты. Это еще неудобное для меня время на час сорок пять. И вот сейчас, я думаю, мы с вами зайдем. Я очень сильно здесь. Наверное, сюда будет быстрее. Поэтому нам не придется стоять в очереди в кассу. Лидей много. Сейчас посмотрим, сколько людей внутри. Друзья, рекомендую, даже в самих билетах написано, приходить за 15 минут до вашего времени. Потому что вы видите, какая очередь на вход. В принципе, я пришла за 15 минут. И вот через, грубо говоря, 3 минуты начинается мое время. Ну что, пойдемте? Ну, видео. Вот мы и внутри Колизея. Почему он сказал, ну, увидел ее, честно говоря. Так и не поняла. Но пока что такие, честно, смешанные чувства. Немножко непонятно. Я думаю, что когда мы дойдем... Ой. Ого. Мы, наверное, еще нескоро зайдем. Ого. Это очередь после того, как вы прошли рамки. Короче, здесь еще раз смотрят ваши билеты. Я на самом деле... Я на самом деле здесь. Я на самом деле не знаю, зачем так много раз проверять билеты. Но пока что у меня чувство очень смешанное. Наверное, потому что очень много людей. И с такой большой очередью как-то... У меня не сильно вызывает восторг. Вау. Нет, уже вызывает. Продолжим. Нашу прогулку до конца. В принципе, здесь не так много осталось. Здесь поменьше людей. Если вы хотите сделать нормальные фотки, то он стоит отойти однозначно от входа. И запечатлим этот вид. Я считаю, что увидеть, конечно, обязательно стоит. Но по моим личным эмоциям и по моим личным впечатлениям это на один раз. И даже, наверное, если бы были билеты, чтобы спуститься на саму арену второй раз, ну, не знаю, зашла бы я сюда еще раз или нет. Возможно, если бы у меня было очень много свободного времени в этом случае, да. Здесь, на верхнем этаже, смотрите, какая красивая открывается панорама. Честно, меня эта панорама впечатляет даже больше, чем сам поход в Колизей. И теперь объясните мне смысл покупать билет, который называется Full Experience, если отсюда открывается точно такая же смотровая площадка, как и с противоположной стороны. Но вот здесь, кстати, уже впечатляет намного больше, на самом деле. А если вы хотите попасть по земелью, то, насколько я поняла, то, что только что спрашивали у контролера билетов, это будет только гайдед тур, только с гидом. И чем ближе я подхожу к выходу, тем ближе мы подходим к вот этим вот платным билетам, которые арена платная. Хотя, может быть, я что-то перепутала, и не туда пошла. Честно говоря, не знаю. Но это и к лучшему. Мне кажется, что... Честно говоря, даже не знаю, входит это в стоимость моего билета или нет. Но здесь достаточно атмосферно. И в далеке даже гуляет кот. Вы видите кота? Знаете, как везде написано в интернете, что в Риме очереди везде, причем большие. Это очередь за питьевой водой. Бесплатно можно налить в бутылку питьевую воду. Смотрите, так выглядит очень красиво. Триумфальная арка, а вот так она выглядит на самом деле. И вот так выглядит все вокруг. Колизей бесспорно очень красиво. Сейчас мы с вами отправляемся на римский форум. Честно говоря, мне больше хочется просто, наверное, погулять по улочкам Рима, чем сама вот эта экскурсия. Ну и здесь тоже немножко портить впечатление о самом мероприятии. А, да. Холдлайн. Опять вход с проверками билетов и с множеством туристов. И в продолжение опять рамки. Это капец. И еще раз проверка билетов. И хочу тоже такую фотографию. Как раз здесь нет людей. Здесь их, кстати, очень мало. Обратите внимание на это место. Если вы хотите сделать фотографию не на фоне людей, сейчас подождем немножко. И сфотографируемся. И открывается отсюда очень тоже красивый вид. Очень интересно, атмосферно. Если у вас много времени, однозначно стоит здесь провести целый день, наверное, даже. Я могу уделить этой экскурсии всего 3 часа. Очень интересно зайти сюда. Здесь красиво. И. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. вот это здание это специальные экстра билеты но мы с вами только что побывали внутри как вы видите тоже сидит контролер билетов тоже спрашивает и до того как мы уже с вами зашли после того как мы уже с вами зашли она попросила посмотреть билет я и показала она говорит нет прости это не входит стоимость его билета это экстра прайс и она говорит но ты уже побывала внутри то есть вам нужно платить экстра просто чтобы зайти сюда хотя вы можете зайти сюда с каменным выражением лица спонсор вашего хорошего отдыха очень смешно самом деле и мы с вами дошли до той площади которая очень сильно хотела побывать но у меня садится телефон я уже наверно очень много раз об этом сказала что на самом деле переживаю мы уже с вами обращаемся обратно возвращаемся обратно даже вот эта церковь в которую мы заходили посмотрите вот сколько увеличилась очередь каменное выражение лица проход там где нет прохода и вы сэкономите время не благодарите за советы вот мы и практически дошли до самого холма палантин но на этом моя прогулка заканчивается потому что на самом деле два дня это очень мало для рима и хочется оставить силы на другие интересные места тем более еще будут красивые места с обзорными площадками поэтому идем гулять дальше а сейчас у нас на часах три часа дня и ситуация усугубляется посмотрите насколько значительно так что нам еще наверно с вами повезло побывать относительно в небольшом количестве загруженности по позе мое это все не может быть да ребята это это все очередь на вход на римский форум где мы с вами только что были просто с ума сойти смотрите она не заканчивается очень много людей идут на встречу много людей приходят я считаю мы здорово с вами погуляли скажите как вам понравился такой небольшой обзор или нет бывали ли вы здесь на римском форуме и что вам понравилось больше всего здесь рядом с колизеем напишите в комментариях очень интересно почитать возможно возьму на заметку в следующий раз после колизея я вернулась в это же кафе la biga за пастой карбонаро и сейчас будем пробовать лошадь мне нравится однозначно больше чем гулять отмечу это кафе очень вкусно очень приятный персонал первый раз прихожу сюда уже находят столе говорю ребята я к вам буду ходить все время что я здесь кушать и конечно же сам вид только один чувствует я просто даже ничего не озвучивала потому что настолько много людей что у меня особых эмоций нет идемте проверим лайфхак с окна бенетона со второго этажа посмотреть на фонтан у лапы и все живот почему стоит все таки подняться в бенетон на второй этаж посмотрите какой отсюда открывается вид и и здесь не так уж много людей и здесь не так уж много людей очень красиво мы еще с вами завтра очень рано утром пойдем чтобы насладиться всей красотой и величием фонтана бенетон бенетон второй этаж девчонок будет классные фотки умнички и теперь мы выходим из бенетона вот кстати фото фонтана я просто думала что большую часть времени в этой поездке я буду проводить именно возле колизея но теперь скорее всего что так и будет потому что я уже немножко по-другому спланировала маршрут боже мой посмотрите сколько людей но в следующий раз я думаю что я забронирую именно этот отель отель фонтана у него все номера с видом на фонтан и не нужно будет просыпаться в 5 утра но кстати от моего отеля от колизея эти недалеко у меня вся прогулка заняла спокойным шагом около 20 минут всего лишь поэтому завтра утром без людей думаю будет отлично я не видела кстати еще и смотрите смотрите какой богатый ассортимент а это знаете девчонки если у тебя нет сумочки брендовой луи и так далее покупаешь здесь идешь делаешь фоточку на фонтан а потом делаешь возврат как вам такая идея кстати вот ребята наверное продают и могли бы сдавать в аренду да более гламурных фотографий девушек смотрите я в шоке швеция насколько знаю фейки продажи запрещены а тут ого прикольно как а у а а а а а а а Вот он мой скромный ужин с очень красивым видом. У меня поздравили с днем рождения, мне так приятно десерт от шефа, думаю вот так будет покрасивее, безумно приятно. Без фейерверков конечно, без спецэффектов. Вот он Ватикан ночью, не знаю почему так засвечивает вспышками камеру съемку. Но мы с вами будем там завтра, либо в другом видео, я еще не решила как буду монтировать. Прекрасно, не холодно? Совершенно, погода отличная и немножечко прогулки по ночному Риму. О боже, друзья, я шла, 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 гуляла, искала эту церковь и вышла на пантеон. Вау! Вау! Впечатляет! И вот здесь хочу покушать. Завтра пообедать. Было бы очень хорошо. За крайним столиком. Вау! Немножко атмосферы, смотрите как классно все. И вот она, та самая церковь, в которой находится то самое зеркало. Вау! Это очень красиво. Смотрите. Вау! И вообще нет очереди к зеркалу. Вау! В общем, показываю еще раз, потому что... Смотрите. Смотрите. Тут просто нереальная атмосфера. Обязательно тоже оставлю в описании под этим видео адрес этого прекрасного места. Да, просто восхитительно. На самом деле, меня поражает масштабы этой церкви больше, чем даже Колизей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что нужно поблагодарить музыканка. Сейчас подойду и оставлю человеку обязательно пожертвования. Это настолько восхитительно. Посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы знаете, что самое интересное? Мне кажется, что вот это как раз-таки Римский форум. Я не уверена. Кто знает, напишите в комментариях. Но уже очень похоже на то, где мы сегодня уже с вами были. И сверху не менее хороший вид открывается. Поэтому я думаю, что можно, честно говоря, не заходить вовнутрь, если у вас очень мало времени. Спасибо, что провели этот день со мной. Если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, канал лайком под этим видео. И подпиской. И мы увидимся с вами завтра. И проведем еще один не менее насыщенный день в Риме. До новых встреч. Пока-пока.